Здравствуйте, мои хорошие, химически зависимые, наркоманы, алкоголики. Нужно развиваться, не только лечиться, но и развиваться, читать умные книжечки. Библия, да? Вы скажете, зачем? А мы говорим, воскресенье, как Вавилонское, стал потворение, ху-у-у, как после потопа и так далее, да? Паттерны Библии витают в нашем дискурсе. Это нужно знать верующим и неверующим, тем более, да? И там много метафор, много мыслей. Смотрите, когда Содом и Гамору жгут ангелы, перед этим они говорят Лоту, единственному праведнику, иди отсюда, ты хороший, только не оглядывайся назад. Он уходит, но жена Лота, но жена Лота не выдерживает и оглядывается, да? Вот захотелось ей посмотреть, а ей сказали, и что превращается в соляной столб. Поэтому и вы сняли острую зависимость, сели на антидепрессант или там мухоморь, ежовик, неважно. Все, вылечились, выздоровели и больше себя не провоцируете. Даже на сайтах бывших наркоманов, алкоголиков не присутствуют те. Полностью этот опыт не надо забывать, да? Ну и провоцировать воспоминания не нужно. Даже на хороших, как бы, сайтах. Негативный опыт не нужно полностью забывать. Например, ты наступил в лужу, а она была под снегом. Пошел на работу в мокрых ботинках. Назад, если пойдешь и забудешь, ты опять наступишь. Ну и об этой луже не надо говорить ни с кем, да? Вот сказал врачу-дворнику, сделай там эту лужу, не знаю, насыпь щебенки. И все, и достаточно, не надо мусолить, понимаете? Не оглядывайтесь назад, превратитесь в соляной столб. Вещества умеют ждать, дорогие мои. До свидания. Надеюсь, поняли. Аминь.